Церемония верительных грамот Субтитры создавал DimaTorzok Олег Фиррер Чрезвычайный и полномочный посол Лаосской Народно-демократической Республики в Российской Федерации Севиенг Пхет Пхет Воросак Чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватии в Российской Федерации Тончии Станичич Чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватии в Российской Федерации Замбии в Российской Федерации Шедрак Чингембу Лувита Замбии в Российской Федерации Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Кириллович Негуца Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнеста Лагорио Чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр в Российской Федерации Леонидос Маркидис Чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Берта Пенсадо Морено Чрезвычайный и полномочный посол Доминиканской Республики в Российской Федерации Хосе Мануэль Кастильо Бетанцес Чрезвычайный и полномочный посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Куо Куо Шэйн Куо Шэйнма в Российской Федерации Куо Шэйнма в Российской Федерации Чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в Российской Федерации Джонсон Агара Олва Это не фикаризод Чрезвычайный и полномочный посол Республики Союз Мадель Бетанец Куо Шэйнма в Российской Федерации Чрезвычайный и полномочный посол Республики Союз Мекне в Российской Федерации Чрезвычайный и полномочный посол Йеменской Республики в Российской Федерации Ахмед Салем Аль-Бахейши. Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Российской Федерации Марис Риэкстиньш. Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Республики в Российской Федерации Сильви Аньес Берман. Чрезвычайный и полномочный посол Португальской Республики в Российской Федерации Паулу Жуау Лопеш Ду Регу Визеу Пинейру. Чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Российской Федерации Мат Дрис Бин Якуб. Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Мит Хансман. Глава представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Флориан Эдерер Чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Российской Федерации Паулу Жуау Лопешев tree, Америки вестерации Малайзии в Российской Федерации Молайзии в России. Сол Малайзии в Российской Федерации Малайзии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В качестве послов вам доверена важная и ответственная миссия вести переговоры с правительством Российской Федерации, с нашими ведомствами, с парламентариями, с представителями общественности, вести вопрос о развитии двухсторонних отношений ваших стран с Россией. Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа была эффективной и успешной. Вы возглавляете свои миссии в весьма сложный период, когда ситуация в мире становится все более неспокойной, усиливается напряженность. На открывшейся очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций звучит искренняя тревога по поводу растущего числа вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество. В этих условиях ООН остается гарантом стабильности и предсказуемости в международных делах. Ее универсальный характер не подлежит сомнению. Приоритетом для всех стран должно быть безусловное соблюдение верховенства права, уважение в прерогатив Совета Безопасности ООН, как органа, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Every nation's priority, therefore, should be an unconditional adherence to the rule of law, respect for the prerogatives of the EARN Security Council as a body that assumes the principal responsibility for maintaining international peace and security. Россия привержена задачи повышения эффективности ООН. Поддерживаем целесообразность ее реформирования, адаптации к требованиям сегодняшнего дня. Россия привержена задачей эффективности ООН. При этом считаем важным, чтобы любые качественные изменения в работе организации были продуманными и осуществлялись на основе, если не согласия всех, то при большом консенсусе участников международного сообщества. Он должна уделять особое внимание разрешению региональных конфликтов, обеспечению их прочного, устойчивого и долгосрочного урегулирования. Россия будет и впредь вносить посильный вклад в эти усилия, в частности, на сирийском направлении. Россия будет и впредь в своих лучших способностях в эти усилия, в частности, в связи с Сирией. Как вы знаете, недавно в астанинском формате оформлены договоренности о четырех зонах деэскалации в Сирии, достигнутые с участием стран-гарантов России, Ирана, Турции и при поддержке очень многих других государств. Эти договоренности создают условия для продвижения к выполнению резолюции Совета безопасности ООН 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, объединения их усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установления мира и сохранения единства Сирии. Сам процесс в столице Казахстана призван создать благоприятные условия для продвижения политического урегулирования, в рамках Женевских переговоров. Неотложной задачей сегодня является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий. Подключиться к этим процессам при лидирующей роли ООН и без предварительных условий должны все, кто искренне желает мира Сирии и ее народу, кто искренне желает возвращения беженцев к родным очагам. На наших глазах раскручивается конфронтационная спираль вокруг ракетно-ядерной программы Корейской Народной Демократической Республики. Вы знаете нашу позицию. Мы осуждаем шаги Пхеньяна в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Но нагнетание военной риторики не просто тупиковый, а уверен губительный путь. Все стороны должны проявить сдержанность и искать мирные решения. В современном мире конфликты должны разрешаться с учетом многих, порой крайне чувствительных факторов, путем поиска компромиссов. Применительно к украинскому кризису именно такое понимание лежит в основе согласованного в Минске в феврале 2015 года комплекса мер. В этом документе зафиксированы все ключевые составляющие урегулирования как в политической сфере, так и в вопросах безопасности. Для придания дополнительного импульса процесса урегулирования, Россия недавно выступила с инициативой об учреждении миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Рассчитываем на деловое, конструктивное обсуждение этого предложения в рамках Совета Безопасности. Уважаемые дамы и господа, здесь присутствуют главы 20 дипломатических миссий. По традиции хотел бы сказать несколько слов об отношениях с каждым из представляемых вами государств. Отношения России и Испании имеют многовековую историю. В этом году исполнилось 350 лет с тех пор, как между двумя государствами были установлены первые дипломатические контакты. Наши народы объединяют чувства взаимной симпатии и уважения. Налицо все предпосылки для того, чтобы, несмотря на политическую конъюнктуру, российско-испанское взаимодействие поступательно развивалось в самых различных областях. Сейчас все обсуждают ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии. Не скрою, мы очень переживаем за Испанию. Но это, конечно, внутреннее дело Испанского королевства. Надеемся, что кризис удастся преодолеть. Считаю, что активизация сотрудничества с Гренадой будет способствовать открытию посольства этой страны в Москве, а также недавнее подписание соглашения об отказе визовых формальностей для граждан обоих государств. В текущем полугодии Гренада председательствует в Карибском сообществе. Придаем большое значение поддержанию связи с этой и другими интеграционными структурами Карибского региона. Удовлетворены высоким уровнем взаимодействия с ЛАОСом, важным партнером России в Юго-Восточной Азии. В его основе подписанная в 2011 году декларация о стратегическом партнерстве. Только что успешно завершился визит в нашу страну премьер-министра ЛАОС. Заключенные по его итогам соглашения и контракты, несомненно, будут способствовать углублению двухстороннего сотрудничества. В нынешнем году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений с Республикой Хорватии. В середине этого месяца, в октябре, ждем с визитом президента Хорватии, госпожу Калинду Грабар. Китарович, рассчитываем, что на переговорах удастся достичь новых договоренностей в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая решение вопроса об открытии в Загребе Российского центра науки и культуры. С Республикой Замбия нас связывают традиционные узы дружбы. Имеются хорошие перспективы для наращивания взаимодействия в торгово-инвестиционной, военно-технической и энергетической областях. Россия окажет практическую помощь Замбии в строительстве Центра ядерной науки и технологий. Открыто к развитию сотрудничества с Республикой Молдова. Безусловно, на прагматичной и взаимовыгодной основе в духе договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в этом году визитов в Россию президента Молдова Игоря Николаевича Додона. Приветствуем интерес Молдовы к взаимодействию с евросийскими интеграционными объединениями. Будем и далее способствовать политическому решению Приднестровской проблемы. Придаем большое значение укреплению стратегического партнерства с Аргентиной. Готовы к активизации сотрудничества в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, в области культурно-гуманитарных связей. Мы готовы к интенсивной сообществам в энергии, индустрии, агрикультуре, в отношениях культурных и гуманитарных связей. И, конечно, будем тесно взаимодействовать в ходе аргентинского председательства в группе 20 в следующем году. Динамично развиваются отношения с республикой Кипр. Они опираются на культурную и духовную общность наших народов. Уверен, что по итогам намеченного на октябре этого года визита в Россию президента Никаса Анастасиадиса будут приняты важные двусторонние документы в самых разных областях. И я уверен, что во время визита президента Никаса Анастасиадис в октябре, мы сможем принять важные двусторонние инструменты в разных секторах. Россия последовательно выступает за всеобъемлющее, справедливое и жизнеспособное урегулирование кипрской проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности Организаций Объединенных Наций. Двустороннее сотрудничество с Мексикой в последнее время стало охватывать широкий спектр вопросов. Провели полезную встречу с президентом Энрике Пенни-Ньетто, который в качестве гостя участвовал в саммите БРИКС в Сиамене. Говорили о конкретных шагах по углублению политического диалога, дальнейшему наращиванию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Недавно Мексика пережила мощное землетрясение, унесшее сотни человеческих жизней. В России искренне разделяют саммексиканским народом скорбь и горечу трат. Мы оказали первую гуманитарную помощь, готовы и дальше оказывать необходимые содействия. Мы отправили патчеры первой коммуниторской помощи, и мы готовы, чтобы помогать дальше. Поддерживается конструктивный диалог с Доминиканской республикой, который стал носить регулярный и многоплановый характер. Растет количество российских туристов, приезжающих в вашу гостеприимную страну. Убеждены, что сотрудничество с Мьянмой может успешно продвигаться в политическом, торгово-инвестиционном, военно-техническом и культурно-гуманитарном направлениях. Вместе с тем мы обеспокоены всплеском этноконфессиональной напряженности в рядных регионах государства, призываем все стороны к сдержанности. Решение проблем, имеющих столь сложный характер, это мы знаем и по собственному опыту, необходимо искать в сфере политического взаимодействия и политическими средствами, без нарушения прав человека. В соответствии с Республикой Уганда к числу первостепенных задач относим поступательное развитие торгово-экономических и военно-технических связей. Считаем необходимым активизировать работу двухсторонней межправ-комиссии. Приветствуем позитивную роль угандийского руководства в вопросах обеспечения мира и стабильности на Африканском континенте. Стревогой следим за происходящим в дружественной Йеменской республике, охваченной вооруженным конфликтом. Убеждены, что путь к миру и согласию лежит через широкий национальный диалог, учитывающий мнение всех ведущих политических сил. Готовы при необходимости всемирно содействовать процессу урегулирования. Готовы выстраивать взаимодействие с Латвийской республикой в духе добрососедства с учетом интересов друг к другу. Мы готовы строить наши отношения с Латвией в духе добрососедствующих отношений в духе добрососедствующих отношений в Латвии. Надеюсь, это тоже будет предметом нашего диалога. В 2017 году отмечается трехсотлетие визита во Францию Петра Первого. К этому знаменательному событию была приурочена и моя поездка в Париж, в ходе которой состоялись содержательные переговоры с президентом Эммануэлем Макрон. Мы продолжаем диалог с президентом Франции как по важным двусторонним, так и актуальным международным и региональным вопросам. В частности, условились создать форум гражданских обществ «Трианонский диалог», деятельность которого призвана способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Мы заинтересованы в сохранении и развитии особой традиции, особой роли российско-французских отношений в европейских делах в мировой политике. Отмечаем определенное оживление двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Португалией. Товарооборот в последнее время практически удвоился. В первом полугодии рост составил 190%. В декабре запланировано важное мероприятие в гуманитарной сфере в музеях Московского Кремля. Откроется выставка «Владыки океана. Сокровище Протугальской империи». Выставка посвящена богатому культурному и историческому наследию Португалии, связанному с эпохой великих географических открытий. В отношениях с Малайзией первостепенные значения передаем продвижению политического диалога и торгово-инвестиционного взаимодействия. На повестке дня проведения первого заседания Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Обращаясь к послу Соединенных Штатов Америки, хотел бы выразить самые искренние соболезнования народу и руководству вашей страны в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе. «Скорбим с теми, кто потерял родных и близких, и желаем выздоровления всем раненым». Что же касается двухсторонних отношений с Соединенными Штатами, то их нынешний уровень не может вызвать удовлетворения. «Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество». Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительные следования принципов равенства, уважения национальных интересов, невмешательства во внутренние дела. Рассматриваем Европейский Союз в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера. За последние три года, между тем, наш товарооборот взаимный сократился в два раза. Тем не менее, на страны Евросоюзу приходится почти половина объема внешней торговли России. Компании из ЕС реализуют совместно с российскими партнерами крупные инвестиционные проекты в энергетике, промышленности в сфере высоких технологий. Европейский Союз, вместе с российскими партнерами и коллегами, проводят большие инвестиционные проекты в энергетике, индустрии и высоких технологий. Подтверждаем важность налаживания устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом и ЕС. В том числе, в интересах формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. С Республикой Малави налажены контакты в политической, экономической и гуманитарной областях. Российские компании заинтересованы в практической реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, телекоммуникациях, геологоразведке и горнодобыче. Будем продолжать конструктивный диалог с малавийскими партнерами по актуальным вопросам развития африканского континента. Уважаемые дамы и господа, В заключение хотел бы поздравить вас с официальным началом важной и почетной дипломатической миссии. Рассчитываю, что ваша деятельность в России будет плодотворной и послужит развитию отношений представляемых вами государств с Российской Федерацией. Со стороны российских органов власти, деловых и общественных органов, вам будет оказано все возможное содействие. Желаю вам всего самого доброго. Успехов. Я желаю вам всего самого доброго. Успехов. Благодарю вас за внимание. Спасибо за вашу внимания. Приятного ап�ール. ПОДОéro